МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я была настолько поражена творчеством, что мне тут же захотелось сделать ее выставку. Почему? Потому что у меня состоялась какая-то совершенно личная встреча с Пушкиным в ее мастерской. Лучшего места, чем историко-литературный музей-заповедник Пушкина, для таких работ не найти. Неразрывно судьба поэта связана с этими местами. Пушкин в детстве. Наверное, таким он был в Захарове. Здесь и Арина Родионовна у нас. То есть замечательные работы. Здесь и Николай Васильевич Гоголь, который тоже был здесь в усадьбе Везема. Поэтому эта тема, она очень тесно связана с историей нашего места. Большинство работ на выставке камерного характера в технике лепки размером до 50 сантиметров. Автор сотворил образ поэта из керамики и глины, запечатлел на холстах картин. Но самым необычным кажется его воплощение из дерева. Она действительно нашла свой стиль. Совсем ни на кого не похожий. Во-первых, она любит дерево светлое. Его практически тонирует акварелью очень-очень тонко. Но главное, она воспроизводит портретные черты. Удивительно точно. И может в них передать эмоциональное состояние. Дерево в руках автора словно оживает. Удивительно точно передаются на скульптурах черты лица, настроения, характер. Цикл работ посвящен дружбе Пушкина и Гоголя. С добрым юмором, красочно и метафорично воссозданы образы героев в сказках писателя. Более подробно познакомиться с экспонатами можно на выставке до 24 марта. А сегодня вечером, сразу после выпуска новостей, мы расскажем о ней в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.